Выснутое. Красота. Мормедаль. Что ты поешь? Мормедаль. Какой Мормедаль? Ремосемейство. Да, Мормедаль. Не Мормедаль, Мормедаль. Это что-то про морбидное ожирение. Конечно, как-то Мормедаль. Нет, они по-другому зовут. Ремосемейство. Мормедаль. Мадригал. Мормедаль. Мормедаль. Здорово, друзья! Тут, короче, у Долбека вышел новый обзор, не обзор, а все грехи и ляпы на мультфильме Encanto. Естественно, когда он выходил, мы его смотрели, но я его, как обычно, заснул. Да, я смотрела, Вадим заснул. Поэтому я вчера сел такой и посмотрел. А я пересмотрела. Полностью как бахнул, бахнул, бахнул. Все, погнали смотреть. Какая из песен тут играет? Какая-то другая. Нет. А, нет-нет, это которая под песню. Это там, где она вроде плакала, такая пошла. Там, где все фоткались, такая такая, или нет, или другая. Ну, короче, я поняла, да. А, нет, это была Бруна, просто другой кусочек, походу. Да-да-да-да-да-да. Там много песен. Там сложно. Опа! Уже заставки. Давай. Дифракционные лучи от звезды образуются на снимках зеркальных телескопов-рефлекторов. Телескопы астрономов-любителей такой особенности не имеют, потому фотографии получаются без этих крестиков у тебя. А что ты решил, что ты любитель? Что ты... Ну, вообще... Телескопы любителей. А что ты решил, что вообще через телескоп это смотрится? Да, кстати. Мне кажется просто... Так в том-то и дело, что в реальности ты не сможешь увидеть такое свечение у звезды. Нет, может не в реальности это смотришь. А может очень холодный воздух? Там же бывает такое, нет? Звезды, а обычные камеры тем более снимают без эффекта дифракции. Короче, этих лучей быть не должно. В надежде начать новую жизнь. И его не пережил. Нам было... Зачем он пошел? Туда. И она создала для нас безопасное пристанище. Альма со свечой были у реки. Во время магии... Я когда это смотрела, у меня был тот же вопрос. Особенно вчера, когда пересматривал... Река высохла, да? Классный телепорт. Нет. Да и вокруг одни кусты. Причем во флешбеке в конце фильма, Альма так и отбегает от реки перед гибелью мужа. Засияло магическим пламенем. Это монтаж. Для нас безопасное пристанище. Зачарован. С другой стороны, она искала воровстве. Все поменялось. Она вдохнула жизнь в коситу. В общем, смотрите. Волшебный дом появился во время восхода гор. Однако по самой здоровой цепочке событий все было так. Педро погибает. Волшебство впервые появляется, отгоняя захватчиков. Далее, отойдя от реки, появляется дом и поднимаются горы. Появить горы позже, как в первом флешбеке, другие войны нагнали бы беженцев. Короче, непонятно. Волшебство наделило их магическим. 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 Их детей. Все члены семейства получили свои дары и увидели, как они будут выглядеть в будущем вплоть до одежды. И мхо это какая-то чушь. У Антонио на двери он изображен в настоящем. Да, почему-то маленький, остальные все сразу взрослые получились. Он типа знаешь, типа ну все, ты вот маленький будешь. Такой будто карлиц. Ну ты все больше не будешь, ты понял. Они изображены уже взрослыми. Много звезд, им надо каждый день. Это типа допущение. Лиза способна поднять дом. Эти гантели ей как теннисный мяч, для тренировки бесполезны. Иконикально все, кто здесь. Кофе перестало литься раньше времени, словно объем напитка внутри резко упал. А что подарят? Узнаем вечерком. А какой у тебя дом? Иконикально все, кто здесь рожден. И чего себе? Вот говори, я хочу стать все. Видишь, почему детям нельзя кофе. Я был немного разочарован, узнав, что кофе никакой роли в мультфильме не играет. На него дали много акцента в начале. Нет, мы потом показывали просто постоянно этого мальчика все время. Показывали, что он кофеман. И вечно он типа пьет кофе. И у него там моторчик в заднице просыпается. В конце, когда там в годе забывали, он типа знаешь, там кофе дябнул. И как пошел, как пошел. Да хотя бы делали там хопи-энд, там типа в конце сердце остановилось. Что? Супер хопи-энд. Да, хопи-энд в нашем стиле. Тут, здесь и сейчас. В итоге это осталось просто данью уважения колумбийскому кофе и его истории. Значение для картины ноль. Кстати, вот эта женщина по ходу, им вообще как бы всем вот этим детям этой женщины, которая глава семейства, им по 50 лет. Бабка, да? Да, бабки. Им всем по 50. А что ты решила? Потому, что там мультик говорила, что 50 лет назад мы создали эту долину. А долину они создали, когда они были у него младенчики новорожденные, когда она сбежала. Соответственно, им это около 50. Ну, они не выглядят на 50, да. Ну, то есть, ладно, мама еще главной героиней может быть выглядит. Еще Бруно может быть как-то выглядит. Ну, вот эта женщина вообще не выглядит на 50, посмотри. Ну, может быть, ладно. Может, их волшебство как тонизирует. Ну, и только ее тонизирует, получается. Может, у нее дождик волшебный омывает, поэтому она такая свеженькая. Ну, посмотри. Полный буллщит. Нервная Пеппа влияет на погоду в участке одного квадратного метра у себя над головой. Весь мультфильм, будучи неуравновешенной, погода не менялась. Только в момент свадьбы пошел дождь, тут в основном нифига. Невероятно. Парень только что с силой воли сломал руку. Ха-ха-ха-ха! Чтобы полечить. Я не хочу пирожок. Что не сделать от еды? Нет, нет, пирожка. Нет, я пирожки даю только тем, кто болеет. Ладно, сейчас ломаю руку. В армию забирали, чтобы он сломал себя. Не знаю. Все. Во-вторых, тот мужик с кактусами Пришел не по адресу Раны хоть и вылечатся, но воткнутые иглы кактуса Не выйдут сами собой В-третьих, хулетти Да? А, да Лучше приготовить запасы долго не портящейся еды И хранить ее в аптечках в каждом доме Дабы спасти жизни тем, кому необходимо А у нее вроде есть там какие-то были в конце на ствола Бутылочки маленькие, видимо, были эликсиры Ну что-то там у нее есть, но видимо она Типа на свежак, она все равно Там на кухне кашеварить, поэтому Если кто-то сильно ранится, пока Джулета далеко Она может и не успеть В-четвертых, такое быстрое восстановление клеток Можно считать эликсиром молодости Но люди все равно стареют Кроме этой Пепы А базара нет Беру свои слова назад по поводу молодости Бабуля тянет огромное Даже не напрягаясь Видимо у всех такая немного суперсила есть Какой не сломался? Этот момент я не понял, хоть убей Во-первых, по всей площади лежат цветы А когда Луиза подняла этот участок, цветов там уже нет Во-вторых, я так понял, Луиза была замурована под землей Потом поднять и оторвать кусок площади ради моста И почему мост прям бесшовно идеально подошел для этого места? Они этот мост отдельно построили для этой речки Или сначала оторвали отсюда, замуровали Луиза под ним Чтобы затем снова вернуть на место? А я тупой или тупой я? Нет, здесь постоянно такое происходит в сюжете Да, нормально Вот эти штуки с подниманием Из ниоткуда постоянно Скажем, что это просто мюзикл и там бутафория, чтобы спеть красивую песню Все оправдание это было в том, что типа, ну это мюзикл, ладно Это декорации для... Там внезапно там ослы танцуют и все такое Потому что мы ее не видели Потому что она маленькая По факту у бабули дара нет вообще Она говорит, слово здесь ее закон Вот ее весь дар Ну типа, ее был дар в том, что она в принципе получила дар И эту свечку Просто главное Да, то есть она как бы вечно булила мирабель Но по факту она же такая же бездарная Ну то есть типа, ее же тоже как бы особенно у никакого дара нет вообще Да, да, кстати Ты вообще не поняла на езды вообще на мирабель Бездарность Вообще Один так вчера по поводу этой бабки орал Я так бомбил эту бабку как калкет вчера Четка гадкая по горбе И палки ей по горбу дайте Говорит, это перебор Говорит, нет, это противное Что больше всех его набило Что это тут такое? Ты так что там еще осталось? Кто вообще в мультфильмах поет без причины? А, действительно Да, да Вадим тоже за двор Ты только что пела там сама Что ты делаешь? Блин, ты что больная что ли? Что, а где, алё, ну? И только что сама там пела Забыла Бойный стандарт Старическая деменция Что делать? По сути, камера могла расположиться над этими цветами И создать такой вид Но Но Все до слова но Лошадиное дерьмо Падающих лепестков не было, а теперь есть Зачем наряжать дом? Он буквально служит семье Мирабель И способен буквально создать материю из ниоткуда Одно слово И кассита нарядит себя сама в секунду Ну, может быть, они хотят создать видимость, что она полезная Поэтому я пойду наряжать, чтобы делать вид, что я полезная Что они не бесполезны Что у меня вот нет удара Но я очень стараюсь Кассита, не наряжайся сама Идея с домом прикольная Вот только это больше жутко, чем сказочно Как родители, ну, думали бы о создании потомства Зная, что каждую секунду за ними стреляют И слушают кассита Да, подригальцы И кассита смотрят Какое-то нечто Как жить в таких условиях? Это же вечное напряжение и тревожность Да, видимо, нравится это Ну, типа, она же, как бы, не расскажет никому Что, типа, там, знаешь, берёвнышками там не покажет процесс Что там у кого-то чё-то там Да Браво Брэй, ну раз в новую дверь пока нельзя Так убери лестницу, чудовище Может, я вам горку сделаю От двух свечек такой свет Чудовище, ты что творишь? Свечки прям? Ага Да, я понимаю А мы не понимаем Только где фишка Потому что у нас нет дара, да? Как ты пылился вообще? Сбежал с джунглей Дикий зверь прибыл вне комнаты Антония Однако забросил мальца с высокого дерева в неизвестность Я не вижу, что леопард налогомокит снизу Судя по всему, он просто пытался убить детей Ха-ха-ха Вкусная дневная Погоду контролировать базара нет Но для создания радуги нужны мелкие капли воды Которые она может создать Но только под лучами солнца и нужным ракурсом Которые ночью она создать не может А здесь какое-то свечение есть, смотри Откуда-то есть свет Может Моя жизнь это чудес волшебных фестивалей Ночь от ночи вижу я Где во мне есть волшебство Все надеюсь я и жду тебя О волшебство Я не могу Вот в Encanto песни перевели просто хреново В любых остальных мультфильмах переводы хорошие Очень даже Но именно с Encanto прям поднасрали А что там было? Мы могли адаптировать хорошо Но постоянно то ударения меняются То два слога Один в пихуле родились мы А я прослушала Все Попадься Падает черепица Стены и пол трескаются Что? Но я же Видела Спустя 27 минут фильма История наконец-то началась И чтобы выдух А, о, о, все Пожалуй, вам даже дал века Я видел где-то пост Вроде сообществе Или где-то еще Что он говорил Что, короче, в Encanto Вообще не зашел Вот он сказал Он такой, знаешь Я скажу тебе на любителя Наверное, диснеевских мультиков Таких, знаешь Мюзиклаф И он еще раз говорю И говорил, что он очень камерный Он очень камерный По сути там проходит в одной локации Ну да, как бы Кассита Она там создает разные джунгли И пустыни Но по факту Это все происходит Здесь с одной семьей В одном доме А еще самое грустное Что как бы Концовка Ладно, потом по поводу Концовки с тобой поговорим Думали? Фигово она началась Первые трещины появились Потому что Потому Не почему Нету какой-то конкретной точки Или события Давшие старт трещинам Просто было пророчество Что когда-то что-то будет Из-за сильной опеки И вот она началась И все То есть события Просто начались Даже новая дверь кузена Тут ни при чем Судя по всему Луиза в свободное время Всегда держит Да, да, сразу такая Неловкая пауза Свеча мало того Что за углом окна Так еще и за бабушкой Но Мирабель Все равно в лучах От огня свечки Магия Скучная магия Куда? Нихерам бус Луиза за эти 2 секунды Умотала настолько далеко Ну она же мощь Ты зачем цирку было Переносить чуть-чуть дальше? Чисто супермен момент И его классический косяк Имея сверхсилу Поднимая огромный предмет Ты просто проткнешь его Своими руками Словно иглами Соотношение веса К площади рук Создает невероятное давление Просто было внутри Оказалось К тому же Луиза Прямо по церковью Буквально в следующем кадре Так я походу Я это скажу Я сейчас скажу Походу у них там Все из подземных туннелей Специально с дырками Такими кротовыми Которые прокопались Специально для Луизы Чтобы она из-под низу Поднимала всякие мосты Вещи и плиты И перетаскивала Вообще всех зданий У них на каком-то Металлическом каркасе Чтобы она не протыкала И когда поддывает Ну металлический А в смысле То что там Типа с внешнего Типа вот как бы кирпич А на самом деле Там металлический каркас Очень прочный Ну мы знаем Что это все Поддывает И все И не прокалывает его Булшит Да Ее на этом же месте нет Магия короче Камень упал раньше времени Запретная дверь Табу места И никаких ограждений Но она не светится Значит нельзя Не открывается песенка Очень удобно На потолке Только одно окошко Освещает вход Отчего непонятно Какие прямые лучи света Падают на эту каменную руку Выключить этот песок Здесь ты не в силах Причем она же созвала По факту эту комнату Да Брюно Твоя комната ужасна Я в целом не понимаю Откуда такая преграда Нам дважды показали Что возле входа Нет лестницы Ведущей в никуда А все же дом Не материализовалась Внутри комнат Там какая-то другая сила Работает Не опять основа Облака не такие Плотные и густые На деле Они просто как туман Проще говоря А это облачко Густое как от дымовой шашки У меня просто магия такая Человек на зонтике Улететь не сможет В теории при очень сильном ветре Это возможно Но ни один шарнир зонтика Такого потока не выдержит И просто сломает Видимо тут супер легкие люди Как знаешь камни дувные и фальшивые Люди тоже походу фальшивые Знаешь такие Сюжетная дыра У Долорес не было Ни одного довода Поднасрать сестре А также помолвки второй сестре Ну тут типа фишка в том Что она не хотела Поднасрать Она просто видимо Жуткая сплетница и болтуния И когда она Всех какой-то секрет Что-то такое Мы никому не расскажем Но секрет Я не могу убежаться Она видела Ее тут трясет Типа есть такие люди Которым надо просто рассказать Вот таким вообще Ничего нельзя рассказывать Это прям жесткие люди Ну есть такие Помню взрослые шишукались Что у дяди Бруно было Какое-то кошмарное видение Что узнала? Да, ну ты делал Что все как бы Знали и ей не говорили Лада взрослые знали Про ведение Почему-то дети знали И рассказывали Мирабелли Но чтобы дети знали И не говорили ей В это слабо верится Хотя это уже звучит Притянуто за уши Но все равно Будем держать в голове Этот момент Жопа чувствую Что-то здесь не так У младшего кузена Тоже не было доводов Насрать всей семье И сорвать помолвку Заставив Так он не срал Типа просто у него Еноты бесконтрольные Они там балуются И такие О классный шутяк Пазл Ну вообще бабка Она же ее не любит Видно же У нее прям антипатия Да, вот бабку конкретно Ты типа без магического дара Типа Вы все говно Ты не трогай Не трогайся ничего Вот тебе рис А вот тебе Греча Греча Отделяй Отделяй Берей выдать видение на показ Глубже дыши И не волнуйся Чела в лицо ударила молния Безвестно В нос к Стаси Вольно наверное да? Не приятненько В этих кадрах Мирабель падает Хватаясь правой рукой До последнего В следующих кадрах Она при падении Правой рукой Почти не цеплялась Да и как она схватилась За ветку Которой не было Которой не было кстати Вроде Смотри А, бл'ять Пара секунд Да Тумана как таковой И не было Да, да, да А кстати Откуда он взялся А зачем латать трещины, если дом самостоятельно их заделывал? Дома способны вмиг создавать строительные материалы. Ни за что не поверю, что Бруно за пару минут заделал все эти трещины, и уж тем более треснувшие камни и печи. Не, мне кажется, это дом сам останавливал. Бред, давайте просто сделаем паузу, чтобы осознать, насколько тупые многие моменты в Энканто. Я это собрал сразу. Выдохнул? Выдохнул? При просмотре вчера. Идем дальше. И 10 раз упомянули. Да, не упоминай Бруно, 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 да? Почему ты исчез, но все же остался? Он такой, мне грустно, я хочу со всеми сидеть. Не упоминай Бландеморта. Ну? Очень. Весь конфликт Бруно, бабушки и семьи на уровне печеньки, упавшей на пол. Бруно, имея дар предвидения и говоря лишь о неприятных моментах, мог просто заткнуться. Да, он действовал на нервы, предсказывая всякий шлак, но по своей воле можно было не говорить этого. Он ведь так и поступил. С другой стороны, даже если бы он говорил, он же никак на это не влиял, он просто видел по факту и все. То есть не то, что он там накаркал, он просто говорит, слушай, у тебя там рыбка умрет. А ты как? А, наоборот, можешь предупредить. Я тоже не понимаю этого. Типа, ну что на себя гнать? Человек предупреждает, это как? Это, знаешь, как будто все. Враж приходит и говорит, знаете, у вас в жопе шишка. Я такой, о, врач, это у тебя, это у меня жопа шишки за тебя, потому что мне сказал эту новость. Или там синоптики предупреждают, говорят, вот завтра будет ураган. О, это синоптики виноваты. Призвали в ураган нам. Да, то есть типа... Странно. Ну ладно, логика такая у него. Он просто никому об этом не сказал. Другое дело, если бы его предвидения высвечивались сами собой на площади какой-нибудь, но он просто сам себе поднасрал. Зачем, я не знаю. Мне это привиделось. Даром хотел пользоваться. И не когда ты не получила свой дар. Бабушка испугалась за магию, попросила меня заглянуть в будущее. Потом потом я увидел тебя. Знал, что все подумают, ведь я же Бруно. Я что не скажу, все не к добру. Вот ты и ушел, чтобы защитить меня. Ты сам-то понял, что высрал? Бруно ушел, никому не рассказав о предвидении. Однако все почему-то знают о нем. Причем знают. Вот, видимо, все поперли в пещеру, нашли эти осколки, собрали, и такие, ооо, а в основном у нас осколки назад здесь закопаем. А в основном, потому что бабка его гнобила. Да, нет, типа не только бабку, но бабка в основном, что типа вот и все гнобили, что типа из-за тебя у нас все плохо, там свадьба, нам рыбки сдохли, я там растолстела, все остальное. Знает, как оно выглядит. Но Бруно ушел из комнаты, оставив осколки ровно на тех же местах, где их и нашла Мирабель. Я не верю, что семья нашла эти осколки, собрала их и такая, Блин, все плохо, давайте обратно положим их там, где они лежали. В это не то, чтобы не верить, это звучит, как какой-то вздор, это не имеет смысла. Есть моя комната, крысы все мне рассказали, а есть их не надо. Пацан сидит и буквально убивает хищника, навязывая ему вегетарианскую диету. Чел, если ты ныне содружен со всей фауной, то будь добр, прими ее законы. Как бы ты не дружил с травоядными и хищниками. Мультик 6+, там как бы не покажут, как хищное животное было. Он кушает крысы, так знаешь, там кроличный звук такой. Не очень хорошо. Вторые всегда будут есть первых. Отговаривать хищников от этого, значит погубить пищевую цепочку. И этот высер Дисней транслирует детям по всему миру. Вот и появляется народ, вынуждающий своих питомцев не есть мясо, что в итоге убивает их. Из-за тебя это происходит с домом. И Бруно из-за тебя ушел. Потому что ты в нем видела худшее. Бруно, не было дела до этой семьи. Говно момент. В эти слова не верится абсолютно. Какие вообще, какие вообще моменты вынудили бабушку подумать, что Бруно не любил свою семью? Не знаю, может, что бабка такая, знаешь, она такая селектор, такая маленький фюрер такой стоит, такая. Так, у тебя дар хороший, мы тебя в семье оставляем. Так, у тебя дар отстойный, мы тебя выгоняем. Знаешь, как остров остаться в живых. Или как там это было? Я думала, вот эту цветочную, типа, чего вы ее не выгнали? Ну, типа, она украшает дом цветочками. Мне это самое нужное, она, ой, без цветов, как бы мы жили без цветов. А еще она наша принцесса, у нее цветочки. Странно вообще было. Что со свечой? Газита, помоги подняться! Нет! Мне еще прикалывает, как, знаешь, все такие чистенькие, нормальные, а как сестра испачкалась там в какашках в этих цветочных пульте, так и бегает весь мультик, по сути, получается. Ну, уже остаток мультика. Суперсюжетная дыра. Волшебный дом способен управлять всем на его территории. Почему Кассита в эти секунды не приподняла Мирабель, чтобы помочь? Почему не прикрыл Антонио, хотя его реально ждала смерть? Мирабель-то дом прикрыл? Почему крышу потянуть не мог, а перила мог? Вот эти секунды буквально противоречия самому смертью. Он слабел, походу. Он слабел, и вот из последнего издыхания делал там то, что мог. Он уже не везде мог помочь, да. Вот этого помогает, значит, второму не может помочь. Это единственное, как я могу это объяснить. Ну, то есть, там, знаешь, чуть-чуть, чуть-чуть. Не, ну, так и есть. Поэтому он не мог полностью помочь всех поднять. Он уже ослабел, потому что. Да, а только чуть-чуть где-то помогал уже по возможности, еле-еле. Во всех смыслах. Мирабель идеально чистая после погрома. А, не все чистые. Волосы в реке, волосы должны быть мокрыми. Кстати, тут я не поняла момента. Мне было даровано волшебство. Чё мужик вообще пошёл к этим челам? Типа, руки поднял, типа, нет, не убивайте. То есть, вся... Ну, типа, он хотел отвлечь внимание. Типа, вы бежите, а я пока отвлеку внимание. Ну, он же не знал, что магия появится. Ну, они как-то никуда не бежали, посмотрели, как он умирает. Да, а ещё как бы магия никак не появилась. Он же не знал, что магия появится. По логике, они должны были пререзать его, потом всех этих перебить. Ну, да. Челиков. И, типа, смысл его был жертвы. Проще было всем хвататься в охапку и быстренько бегом бежать, 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 бежать. Но я понимаю, что тогда бы магия не появилась. Тоже должен был там толчок, такой драматический момент, чтобы вот ей дали главе семьи, получается, вот эту всю магию. Ну, типа, это всё равно, мне кажется, странный поступок был со стороны чела. Ну, я не знаю. Мне кажется, проще было уже тогда бежать до упора, там, пытаться где-то в лесах спрятаться от садников, чтобы они как раз таки между деревьями не смогли проехать. Ну, типа, такого. Мотивы бабушки понятные, но они и сны посредствия. Её муж погиб из-за захватчиков. В итоге магию она использовала, чтобы её потомки служили на благо жителей города. Типа, где связь? Бабушка, скорее, должна была охранять свой очаг от угроз, чтобы снова не потерять семью. Превратить детей и внуков в трусливых и замкнутых людей, не доверяющих никаким чужакам. Её учения, будьте такими, какими я хочу вас видеть, скорее должны быть связаны с личным воспитанием, где родители бабушки не давали ей волю быть собой. Так в гиперопеку верилось бы больше. Не плод забытых чар, вы сами волшебны, это ваше родство. Теперь-то можно обруно. Бруно. А, точно, Антония не в курсе, как выглядит Бруно, ибо младшее поколение Мадригаль даже не видело его, ведь он давно ушёл. Хорошо, когда создатели помнят о таких деталях. Где? Есть моя комната. А, подожди, Антония уже лично видел Бруно. Да, кстати, они сначала так думают, ничего себе, почему в грехах долбек хвалят, ну да. А так, кто такой Бруно? Ну, может, он маленький, типа, знаешь. Забыл. Такой, я один раз его увидел и забыл, что это за мужик какой-то там тусовался. Такой, а что это? А что это? Я думал, что это мужик. С детства нас пугает, в доме Бруно где-то бродит, жопот его слышит. Ты нас объединил, слышал его по дому, он ходил. Да, да, слышала, тем более в нескольких метрах от обеденного стола. Он там кушал и болтал. Раскрывающая секреты и не сказала бабушке, что прямо рядом с ними сидит тот самый Бруно. Куда верить? Чему верить? Я Хорхе, я тоже шпаклевал. Парет тепло и свет. Я думал, это шутка, но Бруно реально вслепую с ведром на голове шпаклевал с стеной. Да, у него там ку-куша чуть-чуть. Ку-ку-ку, ку-ку поехала там. Конечно, ей там одному стукали. Я хочу с тобой. Все чистенькие, кроме сеструни. Мы сделали твою. Милой не грусти. Ты истинный дар, Нерабель. Побрелос Охас. Ну, знаете, довольно хороший финал. Весь мультфильм нам показывали, что дары семейством Андригаль на деле были их проклятием. Никто не чувствовал комфорта. И, лишившись причуд, наконец начали быть собой. Изабелла больше не вынужденная принцесса. Вот здесь по ходу будет концовка. Сейчас, кстати, вот мой вопрос по ходу концовки Лобек тоже раскроет. Наверное, у нас будут одинаковые мысли по этому поводу. Тетя Пеппа ныне не вредит всем своим настроениям. Огромный груз спал с плеч Луизы. Сильная женщина теперь станет сильной сама. Без каких-либо волшебных даров. Теперь она не будет служанкой у всех на пикушках. А будет следовать своей воле. Так должно было быть. Дары были проклятием. Прекрасно раскрыли. Да. Возвращаемся в способности. Опа, снова мы здесь все. Да, мы наконец-то. Апля. Все, пошла нахер. Как ее там это? Мандригань. Мирабель. Мирабель пошла. Ну да, мне на стол. У нас снова здесь посажите. Локушка. Мне снова ничего не досталось. Их дары вернулись. Ладно. Пойду, как далеко и надолго. Я его понимаю. Идеальный телекинал. Это мне смысла? Зачем? Чему? Ой, блин. 54 было. Кстати, не так и много на самом деле. Тут больше было логических дыр, кстати. А не киноляпов заметил? Логические, так и ответно. А еще, типа, можно было по-другому, чтобы ей дали, мандригали этой, ой, Мирабель этой способности. Я думала, я думала, будут два варианта. Либо совсем эту способность, то Дон даст какую-нибудь классную способность Мирабелю, типа, она заслужила. Во-первых, я не поняла вообще, почему ее изначально как-то обделили. Почему именно ей не дали, я не понимаю. То есть, какая-то должна быть была основа, что там, знаешь, ну, магия слабеет. Но тогда и пацану малому не должны были дать, что типа, все, раздача закончилась, все, хоро, пюрешка закончилась на тебе, до свидания. И вот финал мне тоже был очень разочарован. Я как-то первый раз смотрела, второй раз. Арина, ты не помнишь, пстители, которых убиваем половину на земле, а потом возвращаем? Нет, двоих же не восстановили, там, или троих, сколько-то человек, какую-то часть. Смысл в этом во всем? Ну, да, это как обесценивает, то есть ты... Обесценивает все. Да, мне не право, что финал обесценили. То есть, я изначально думала, как, типа, вот, показали, все, дома разрушился, магия ушла, но они сами своими руками все построили, и теперь они как обычные люди, но они уже сами самодостаточные живут, а тут пам, и все снова. Ну, типа, какой... Ладно, допустим, бабки там, ну, сколько, ну, лет 70, да, или около того, получается, где-то она там около 20 родила своих детей, троих, ну, возьмем где-то и лет 70. Что мешает, что там лет через пять у нее снова старческий маразм начнет, и она снова начнет как обаковать на мироболе, что, типа, о-то-то, почему-то снова без баги. И все повторится. И все снова повторится по кругу. Да. Типа, то же самое начнет требовать за своих же точно так же детей, что, типа, да, это... Синал такой бестолковый... Я бы не возвращала бы магические способности, они не должны были вернуться. Во-первых, во-вторых, я тоже не поняла, что-то на мироболе так жестко бабка быковала, хотя, по факту, мужики, которые были, ну, типа, не семьи, а пришлые, они даже без способностей, но почему-то их никто вообще там никак не вынуждал. Ну, может, она, может, думала, типа, ну, они не должны быть способностями, да? Это самцы для продолжения, да, да. Они вообще, типа, не наши люди, они приходят. Да, они просто для продолжения рода такие. А это, типа, наши, но она... Ну, то есть я... Да, вот это не поняла, кстати. Поэтому, как бы, мультик, он такой, не сказать, что плохой, но, да, там есть логические дыры, и почему-то было реально не очень приятно смотреть за бабкой, потому что непонятно с куда-то взял какая-то ненависть на пустом месте к Мирабель. Он, короче, такой на любителя. Да, и мне не понравилось больше всего, что именно вот обесценили реально финал. Вот финалом вообще было жесткое разочарование, потому что либо давайте магию всем, типа, Мирабель заслужила, давай ей магию за то, что она там спасла дом и, типа, семью объединила, либо лишая магии всех, чтобы показать, что они, да, такие самодостаточные. Это, типа, ок, финал, но просто все вернуть назад, это странно. Это как будто, знаешь, показали персонаж, типа, он такой говнюк, потом показывает, как он прошел весь путь, и он такой, да, да, я все понял, понял, а потом в фигах в финале покажут, что он снова говнюк. Да. Ну, такой, в смысле? Короче, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор. Спасибо. 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 Продолжение следует...